Всем привет, ребята! И опять этот влог начинается с того, что у меня под окном убирают какие-то помойки. Самое какое-то странное в разрушении моей жизни. Может, вы меня уже к себе примете? Сегодня я уже успела разочароваться в людях. Я не могу разобраться со своим принтером. Ребята, как бы мне сейчас... Как бы мне сейчас не хватило какого-нибудь принтерного мастера, чтобы мне помогли разобраться с принтером, потому что, представляете, у меня сегодня очень важное прослушивание. Проект сага-автора. Реальный сага-автора. Это значит, что этот проект подписал договор с юнианом актеров, и там реально все условия юниана соблюдаются. И если я попаду на этот проект, я смогу попасть с сага-автора. Поэтому это важное прослушивание, и оно будет вживую. И мне нужно распечатать сценарий, который мне прислали для прослушивания, а я тупо не могу это сделать, потому что я не могу разобраться, как работает этот принтер и как заменить картриджи. Хотя я это делала уже до этого. Ладно, я не ввес. Короче, кофеёк за ваше здоровье. Это, блин, всё как всегда. Добро пожаловать на мой канал. Да, это просто внезапный влог. Сегодня понедельник. Какое ещё не число? Пятое мая. Всех с прошедшей Пасхой. Сегодня у меня по плану встреча с моим коллегой. И мы будем обсуждать дела рабочие. Мне кажется, вас очень бесит вот эта вот штука. Я, к сожалению, могу заслонить с собой. Да, я работаю как преподаватель по актёрскому в русской студии. Мы с детьми делаем мюзикл. Я работаю ещё в этой же компании. Я работаю как человек, который помогает с упаковкой детей для индустрии. Вот, мы помогаем с хэдшотами, резюме и всяким таким. Вот, и ещё у нас есть один проект, который вообще не связан с актёрством. Но, да, короче, такая вот сегодня встреча. И сегодня у меня прослушивание. И сегодня у меня работа. И ещё кое-что. Я проходила прослушивание. Мне... Короче, сейчас будет небольшой интродакшн, и почему важно общаться с людьми. Я ходила на какую-то съёмку. Все, кто подписан на мой Теограм-канал, помнят съёмку, когда я получила 15 долларов и еду. Это была моя шикарная съёмка, когда я ещё училась в колледже. Если вы не подписаны на мой Теограм-канал, подпишитесь, потому что я там рассказываю обо всех событиях моей актёрской жизни, которые только происходят. И там я познакомилась с чуваком, который играл тогда в фильме главную роль. И он подписался на меня в Инстаграме. И тут он мне пишет внезапно такой. Хочу тебя, говорит, прослушать на проект свой фильм. Я такая говорю. Окей, давай. Он меня прослушивает. Всё вроде окей. Зовёт меня на коллбэк. Приглашает меня на коллбэк. Коллбэк проходит хорошо. А я, знаете, я так, знаете, наполнена была энтузиазмом, потому что это ещё одна бесплатная съёмка, которых я уже, так сказать, похавала. Вот. И я такая, типа, ну окей, как бы для опыта, там, ла-ла-ла, бла-ла-ла-ла, бла-ла-ла. Вот. И он был в таком восторге от коллбэка. Он мне такой, типа, все, там, типа, ууу, просто, ууу, и где он? Он просто пропал. Вот такие вот у меня дела. И еще случилась еще одна шикарная новость. Вышел мой фильм, в котором я снималась, в котором вот этот вот влог. О май гад, ребята, он реально хороший. Он прям, он прям реально очень клево выглядит. Он прям очень профессионально сделан Я просто в шоке Я буду использовать это для своего рила Короче, кстати, про мой рил Блин, как, блин, блин Что делать с долбаным принтером Что происходит Ура Я уже сходила на свою встречу Она была 2 часа где-то И сейчас я уже приехала в место, где будет проходить мое прослушивание И я сижу, готовлюсь Повторяю слова Вот я повторяю свои словечки У меня есть тут мой еще Хэдшот и резюме Я не знаю, мне его не просили, но я всегда на прослушивание приношу Потому что иногда они такие А где ваш хэдшот и резюме? А я такая, вот Так что да Осталось 20 минут до прослушивания Сейчас как раз повторю все Хорошо, что я пораньше приехала Не буду переживать, волноваться, что опаздываю Да Волнительно, да Но в данное время, типа Клево, это моя работа Ребята, это было просто самое какое-то странное прослушивание в моей жизни Я просто захожу и там сидит чувак рядом с бассейном Типа это жилой комплекс, он там просто бассейн И чувак сидит за столом и такой Ну что, давай читайте Я такая, типа, окей Он даже как-то просто даже с собой не постарался Такой, запиши свое имя, фамилию, все Вот, и короче, я записала свое имя, фамилию И прочитала с ним и он такой Все, пока Дам тебе знать через два дня Я такая, окей А мы, знаете, обычно прослушивания, когда вживую Ты делаешь, типа, так, как ты видишь И потом тебя еще направляют И еще что-то, что-то, ну, не в этот раз, ладно У нас уже на улице тем временем темнеет А я только что пришла с работы И собираюсь идти в зал Потому что я не пропускаю своих тренировок И хожу в зал каждый день No matter вообще, что происходит в моей жизни Я иду в зал У меня болит голова, у нас вообще магнитные бури Но я иду в зал, потому что так велел мой режим Вот У нас очень красиво такое предзакатное небо Сейчас я вам выйду на улицу, даже покажу И Что еще я хотела сказать Я снимаю контент на английском В свой тикток и в свой инстаграм И стараюсь как можно больше выкладывать И ничего не залетает И я хочу снимать на ютуб на английском Ребята, мне так сложно начать Потому что я с вами, мне еще, типа, пофиг Я прям реально записываю, что записывается Монтирую, выкладываю Я знаю, что вам все, блин, будет прикольнее Все понравится А на американскую аудиторию я боюсь работать Я боюсь, что там будет Какие там будут приколы Вот Так что, да, давайте пойдем с вами в зал Немножечко потренируемся Я даже не успела вам показать наше предзакатное небо Потому что солнце уже село Но я люблю быть дисциплинированной И я люблю соблюдать свои дисциплинные рутины И да, у меня болит голова Я сегодня работала с детьми И все на сегодня было очень жарко И мне это все просто Да, но самое главное Дойти до зала Поделать что-то Напрячивать хоть одну мышцу в организме В теле И я буду уже, в принципе, счастлива Я хожу в самый хайповый зал просто в Лос-Анджелесе Куда ходит Шон Мендес, кстати Он ходит прямо в этот зал Прямо сюда вот, ребятки, со мной Постоянно его там вижу Вот И вот такая у нас тут есть небольшая терраса Как вам? Как вам такое? Этот влог получается просто вообще как у бабушки на даче Снимаю все Снимаю все, ребята, вам Вот наш зал А вот мем моей жизни Я хожу в зал прямо с этим вот зданием Вот эта вот гильдия главных актеров Как вам вот этот мем? Может, вы меня уже к себе примете? Я каждый день их вижу Каждый день я лицезрел вас Доброе утро! Это новый день Новые свершения Я еду в кофейню Вчера произошел такой странный случай Когда я встречалась со своим коллегой Я просто пропустила на пешеходном переходе актера С которым мы недавно работали Над одним проектом И он такой Пойдем попьем кофе Я такая Давай Я не против И вот я иду туда Мне еще нужно поработать немножечко будет До этого И, собственно, да Ребят, я просто в шоке Я просто в шоке Тот рандомный чувак Который просто С утром я просто встретилась На данный съемок Оказался реально Большим продюсером Продюсирующим Огромный проект сейчас Он сказал, что может меня на него прослушать И вообще он хочет со мной что-то делать Короче, ребята Я вот так вот Вот так вот И вот так вот Надо со всеми общаться Просто Урок номер один Общайтесь просто со всеми И будьте дружелюбными со всеми Вы никогда не знаете, кто там 40 часов спустя Я опять собираюсь идти в зал У нас уже реально Предзакатное небо Мне так неохота Идти в зал Вы бы знали Я реально хочу остаться дома И полежать Но нет Я этого делать не буду Потому что завтра Я выхожу на съемку Опять как бэкграунд Я хожу туда просто Чтобы делать деньги Реально просто А не денег И вначале Меня это типа Увлекало Потому что мы завтра Опять снимаем На Warner Brothers Studios Вначале мне это Казалось Типа Прикольным Чем-то Сейчас мне уже Это не кажется Чем-то прикольным Мне Короче, да Мне не очень прикалывает Работать как Бэкграунд-актер Но Мне нужны деньги Поэтому я этим и занимаюсь Вот По поводу моих всех Прислушиваний Меня никто не написал У меня сейчас Такой период В карьере Когда я не понимаю Что происходит Что-то ничего Никуда не двигается Никаких нету Проектов особо Вот Все, что я прохожу Прислушивание Ну, меня никуда не берут Меня бесит То, что нет Какой-то определенности И она Скорее всего Не появится Вообще никогда С этой карьерой Поэтому я сейчас Пытаюсь Работать как Продюсер И реально Находить какие-то Проекты Которые я могу Контролировать То есть я Не могу контролировать Возьмут ли меня На проект как актер Но как продюсер Я могу контролировать Скорость Как это сказать Я могу контролировать Свою занятость В принципе За какие проекты Я сама берусь Какие проекты Я сама хочу Типа делать Вот Поэтому это прикольно, но я люблю быть актрисой, просто это реально два месяца спустя после колледжа ты как бы никому не нужен. Пока я не в саге, я никому не нужна в войне. Я пытаюсь понять, как мне вообще остаться в США, потому что напрямую мое оставание здесь зависит от того, насколько у меня будет много кредитов, насколько у меня будет много работы, но ее нет. И поэтому это просто какой-то вот этот вот замкнутый круг, непонятно, что вообще делать. Поэтому я сейчас сфокусируюсь на том, чтобы встречаться с какими-то людьми, знакомиться, делать что-то для соцсетей, прослушивание я все так же прохожу, делаю все, что от меня зависит. Но опять же, когда ты актер, от тебя вот что-то зависит, а все остальное от тебя уже просто не зависит. Вот, поэтому, поэтому да. Кстати, мое видео, ой, мой фильм, который мне прислали несколько дней назад, я загрузила в свой телеграм-канал. Потому что все подписчики моего телеграм-канала могли его посмотреть, и уже многие на него отреагировали. Так что, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь все туда. Выставляю подобные штуки, поэтому да, там интересно и много всяких новых подробностей о индустрии и актерской моей жизни в Л.А. Я пытаюсь разгружать свой мозг и ходить в зал. Не знаю, один пишет ли мне насчет проекта, на который я прослушалась вчера. Сказали, в течение двух дней со мной свяжутся. Но вот один уже прошел, поэтому не знаю, если честно. Новый день, новое свершение. Да, я еду на студию Warner Brothers, на бэкграунд. Я вообще не выспалась. Я не могла сегодня нормально спать. О, солнышко. Не могла сегодня нормально спать. У меня какие-то постоянные мысли по поводу работы, что-то, какие-то задачи. И у меня это все в башке, и я не могу расслабиться. Я не могла спать. Я еле встала, вообще не выспалась. Вот, и вообще не, если честно, не excited по поводу того, что сегодня работаю на бэкграунде. Это не крутая работа абсолютно. Но с той я вам покажу студию Warner Brothers. Здесь снимают все фильмы. Ну, как все. В Лос-Анджелесе очень дорого снимать из-за огромных налогов, поэтому тут никто не снимает. Но кто-то все-таки снимает. Какие-то очень богатые продакшены. Вот, поэтому покажу вам студию. Павильоны. Сейчас 9.10, а култайм у меня в 9.30. Ехать 26 минут. В итоге на съемку я опоздала. Ну, а вот так вот выглядит лот Warner Brothers. Мы приехали на студию, нас накормили завтраком. Вот этот вот обзорчик на мой завтрак на сете. И нас повели в павильон, чтобы снимать нашу сцену. Мы играли студентов колледжа. И нам всем раздали подносы, что типа мы сидим в столовке. Вот, в общем, обзорчик на мой поднос. И все. На самом деле мы просто сняли эту сцену. Делали вид, что ели. И на этом было все. Нас даже отпустили пораньше. Это не была какая-то жесткая 12-14 часовая смена, что круто. Ну, на самом деле, да, конечно, они хорошо платят за 12-14 часовую смену. Но все же, я рада вернуться домой раньше. Я сейчас буду снимать. Мне пришла куча селфтейпов на запрос. Где-то 3 у меня сейчас висят. Вот, я буду снимать селфтейпы. И я сегодня думала, блин, не пойду, наверное, в зал, потому что я была на съемке, бла-бла-бла. Но я уже не могу, мне прям трясет. Всем привет. Это, как вы можете понять, уже новый день, новая жизнь, новое все. Я сегодня уже побывала у ортодонта. Сегодня я уже успела разочароваться в людях. Я недавно прослушиваюсь на вот этот проект, который вы видели здесь, во влоге. Мне так никто и не ответил. Меня бесит, что если это нет, вы просто напишите, что меня не взяли. Потому что я буду об этом думать. Блин, в чем прикол? Типа, это так легко написать, что тебя не взяли. Вы реально мне не делаете хуже. Вы делаете мне только легче от этого. Anyways. Короче, я на своем канале делюсь и хорошими моментами в своей жизни, и не очень. И в этом, не знаю, часть моей, часть меня как ютубера. Я стараюсь свою карьеру подсвечивать не только с положительной стороны, но и какие-то отрицательные моменты тоже здесь. Рассказывать о каких-то отрицательных моментах. Дело в том, что я уже упоминала, по-моему, на канале или на своем телеграм-канале. Что у меня есть небольшие, как бы, так сказать, проблемы с моим менеджером. В плане, у меня не было от нее ни одного прослушивания до какого-то момента. Потом пришло два прослушивания на озвучку. На этом все. Мы с ней работаем с марта. Сейчас уже май. То есть уже... Нет, с февраля. Три месяца. Три месяца мы с ней уже работаем. И толку вообще нет никакого. И все дошло до того, что я ей писала, она мне могла не отвечать там неделю, например. Например, на имейл. Потом я ей пишу сообщение, она мне не отвечает. Я звоню ей. Я пыталась ей перезвонить уже телефон три дня. Она мне просто не отвечает. Я вчера звонила ей два раза. Она мне написала... Она один раз мне написала, что отвозит дочку в аэропорт и перезвонит. Она мне перезвонила. Я перезвонила ей сама. Она просто опять не взяла трубку. Я уже просто не могу, потому что, ну, блин, кажется, так не должно работать. Кажется, мне не должно быть просто больно от того, что у меня есть менеджер. И я не могу просто с ней связаться тупо. И я себя чувствую как-то некомфортно. Я себя чувствую... Я чувствую вину за то, что ей звоню, хотя этого не должно происходить, типа. И, короче, вот так я сейчас думаю о том, чтобы менять менеджера. Это, точнее, не то, что я думаю. Я сегодня уже написала нескольким людям, у которых можно взять контакты их менеджеров и им написать. Вот. И, да, короче, это все так... Все так это непросто, потому что, ну, знаете, как... Не знаю, расставаться с каким-то человеком в компании или увольнять кого-то или еще что-то типа такого. Всегда сложно, как будто вам нужно пройти вот это вот, типа, блин, надо вот это поговорить. Надо... Надо объяснить ему, что мы не сработались. И, типа... Меня это просто раздражает. Да. Короче, меня раздражает эта вся ситуация с моим менеджером. Я хочу от нее избавиться, от этой ситуации. Я хочу... Я пыталась реально с ней выйти на контакт. Я ей звонила. Она говорит, я использую твои хедшоты, типа, все хорошо. Ты не в саге, поэтому тяжело тебе получить прослушивание. Но, блин, я не знаю. Я смотрю на друзей, у которых другие менеджеры, и они получают прослушивание. Их менеджеры им что-то реально говорят. Их менеджеры им реально что-то советуют. Мне моя не говорит ничего. Я даже дозвониться, блин, не могу. Поэтому, короче, так вообще, по-моему, не должно работать. И я сейчас буду что-то решать с этим. У меня нет, как таковых, еще кредитов. И у меня временный статус в стране, что мне тоже не дает какого-то выхода на хороших менеджеров. Короче, я не знаю. Мне это просто все бесит пипец. Надо еще раз прожить этот момент и попытаться еще раз найти какого-то менеджера. Ну, не какого-то, а хорошего, блин, менеджера. И попробовать еще раз. Попробовать еще раз. Ай, не знаю. Итак, всем здравствуйте. Мне кажется, я вообще выпала из своего, так сказать, влога на какое-то количество времени. Я вообще забывала, что я снимаю влог. Ну, короче, anyways. Это воскресенье. И у меня по воскресеньям есть такая мини-традиция. Я всегда езжу на фермерский рынок перед работой. А потом я еду на работу. Вот. И, да, я вам никогда не показывала свой фермерский рынок. Это большая часть моей недели. Я всегда жду, когда же наступит воскресенье, чтобы я туда поехала и закупилась свежими продуктами. Почему я езжу на фермерский рынок? Потому что, ну, собственно говоря, я говорила в своих влогах. Продукты в Америке говно. Вот. Это стоит вам знать. И поэтому многие люди ездят на фермерские рынки, потому что там реально продукты типа с чьей-то фермы. Вот. Поэтому, да, сейчас я буду этим заниматься. Сейчас я сегодня встала, и я поняла, что я ничего не хочу делать. Я обычно так жду воскресенье, а сейчас я встала, и такая, блин, я хочу реально продолжить спать. Ну да ладно. Я вернулась уже с работы, я поработала, сходила на фермерский рынок. Я каждое воскресенье покупаю новую фетку, клубника и еще кучу всяких разных овощей. Да, люблю эту свою такую маленькую традицию. Покупаю что-то у фермеров и ставлю свежие цветы в дом каждое воскресенье. Что я хочу сказать. Этот влог, как всегда, получился очень сумбурным. Как всегда, получился очень... Очень не очень. Надеюсь, вы что-то поняли из этого. Кстати, я хотела вам рассказать. Когда я была на фермерском рынке, у меня сейчас есть фокус в моей жизни. Вообще, в принципе, не закрываться от людей. Потому что у меня есть такая привычка, в принципе, отводить взгляд. Как-то не разговаривать с людьми. Просто быть, типа, кто-то российское. Типа, скройся. Я пытаюсь это убрать. И я реально пытаюсь сама разговаривать с людьми. Что можно больше. Смотреть на них и так далее. И сегодня на фермерском рынке я всегда покупаю авокадо одного мужика. Он с Израиля. И так как моя соседка с Израиля, я знаю немножечко иврит. Ну, не иврит, да немножечко, а типа, я знаю несколько фраз на иврите. И я ему их сказала. И мы с ним разговаривались. Он знает что-то по-русски. И рядом с ним был мужчина, который тоже стоял, разговаривал с ним. И, в общем-то, мы с ним разговаривались. И оказалось, что он композитор и музыкант. И пишет музыку к фильмам. И мы менялись контактами. И я такая, блин, как хорошо вообще, в принципе, общаться с людьми. Это мораль, мне кажется, этого влога. Всегда общайтесь с людьми. Не знайте, с кем будете общаться. И куда вас это приведет. Я знаю, это такая простая истина. Но мне потребовалось какое-то усилие приложить, чтобы реально начать с людьми общаться. И открываться людям. И не закрываться от них. Да, поэтому это такая мораль этого мини-влога. Точнее, какого мини-влога? Полноценного. Я не знаю, сколько там минут выйдет. Двадцать. Вот. Поэтому, да, спасибо вам, что посмотрели мой влог. Такая вот у меня сейчас жизнь. Такая вот эра странная. Но мне она нравится. Если честно, мне нравится вообще все сейчас в моей жизни. Меня как будто бы прям все устраивает. Вот. И всему свое время. Я знаю это точно. Поэтому, да, работаем. Мы продолжаем работать. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Не забывайте подписываться на меня на ютубе, в инстаграме, в телеграме. Инстаграм я веду на английском, телеграм я веду на русском. У меня сейчас появился еще новый ютуб-канал на английском. Я хочу то что-то снимать. Пока не знаю что. Если вы мне можете помочь в комментариях, буду очень рада. Ну да, а так, пейте воду, мажьтесь солнцезащитным кремом, кушайте много овощей и фруктов. Давайте, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok